Всем привет! Начнем с того, что к прошлому видео было очень много хороших комментариев. Я должен сказать спасибо всем тем, кто дополняет мои видео, комментирует их и исправляет. Это нам позволяет с вами вместе создавать, наконец, хороший контент. Тем, кто вдруг смотрит только видео, я рекомендую посмотреть комментарии после видео, потому что очень часто специалисты какие-то поправляют те вещи, где я мог ошибиться или что-то не договорить. Ну и вообще у нас с вами курс для чайников такой поверхностный для ознакомления с такими основными инструментами Linux, с принципами работы с Linux, и очень часто бывает нужно покопаться глубже, и ребята довольно хорошо это все объясняют. Если говорить о скорости интернета, я вам говорил то, что, конечно, спидтест это не оптимальный инструмент, там нам очень хорошо отписался один слушатель, который работает у провайдера, он действительно говорит то, что спидтест будет выбирать ближайший к вам сервер чаще всего, и чаще всего этот сервер будет находиться в сети вашего провайдера, и скорость для него может быть хорошая, при этом как скорость со всей остальной сетью интернет может быть плохая. Но я говорил то, что на спидтест особенно полагаться нельзя, и лучше всего, конечно, использовать iPerf, о котором я хотел поговорить в этом занятии, но в результате буду говорить в следующем, потому что также в комментариях мне напомнили еще об одной очень полезной утилитке, сейчас мы ее с вами и изучим. Тема это все та же 200.1, разбираемся с мониторингом, и продолжаем прошлое занятие мониторинг скорости доступа в сеть интернет. Итак, первая команда это Traceroute, в винде она у нас есть точно так же, и называется она там Tracer, если я не ошибаюсь. Traceroute. Дальше мы ей указываем сайт, который мы хотим трассернуть, так скажем, протрасировать. Что делает Traceroute? Он у нас сделает 30 хопов, 30 шагов таких, в каждом шаге он будет отправлять пакет размером 60 байт, и будут делать 3 таких попытки отправки пакета. Здесь у нас используется понятие такое, как Round Trip Packets. Суть в том, что у нас учитывается время отправки пакета и время возврата пакета. Вообще, как я вам уже говорил, я в сетях не очень большой специалист, и поэтому могу грамотно здесь все это и красиво не рассказать, но суть в том, что у нас отправляются пакеты, сначала они отправляются на первый муштизатор, затем на следующий, и так далее, и так далее. Мы видим, что первым муштизатором является мой реальный Wi-Fi муштизатор, у него было отправлено 3 пакета, и вот время, за которое этот сигнал был у меня отправлен и дошел до муштизатора. Следующий муштизатор, следующий, следующий и так далее. Вот здесь у нас появились звездочки. Мы видим, что в конце я попал все-таки на свой Яру, вот его внешний айпишник и так далее. Звездочки говорят о том, что у нас здесь мы от муштизатора ответ не получили. Тут может быть множество причин. Во-первых, у нас Traceroute по умолчанию работает в Сентасе, если я не ошибаюсь, по протоколу ICMP, то есть по тому же самому, что и Пинг, и на многих маршрутизаторах могут быть запреты на возврат определенного количества пакетов ICMP в минуту, если я не ошибаюсь. Чаще встречается такая ситуация, то что в обратный маршрут пакета он не совпадает с тем маршрутом, по которым этот пакет шел. И этот обратный пакет может не вернуться. Это не значит то, что у нас реально есть какие-то провалы, могут пакеты теряться и так далее. Просто мы ждем обратного пакета, который нам подтверждает то, что сигнал был получен. И вот эти обратные сигналы к нам могут не всегда вернуться через Traceroute, поэтому он не совсем объективный. Тем не менее, он нам точно показывает маршрут, по которому мы доходим до Яндекса в данном случае. И показывает, где какие секунды у меня были потрачены на доставку. Я вот вижу то, что вот здесь у меня достаточно большая такая задержка между моим маршрутизатором и вот этим вот Broadband Moscow RT.RU. Какой-нибудь наш домовой маршрутизатор, я не знаю. Можем попробовать кого-нибудь другого потрассировать. Traceroute, прям я выше подниму. И потрассировать какой-нибудь Mail. Тут мы видим, опять же, первым сразу же откликается за одну миллисекунду мой маршрутизатор. Затем у меня идут провалы, провалы, еще какой-то маршрутизатор и так далее. Я знаю то, что до Mail.RU обычно достучаться тяжело. В интернете вообще куча различных маршрутизаторов, которые могут нам пакеты эти не возвращать. И поэтому я могу переключиться, например, на режим работы не через ICMP, а через TCP. Поэтому я скажу все то же самое, только минус T большая. Используй протоколы TCP. Тут вероятность того, что я все-таки достучусь до Mail.RU больше. Но, само собой, не обязательно у меня это получится. Но, как вы видите, получилось тоже. Обратные маршруты где-то не совпали. Тем не менее, я вижу то, что вот за такое время у меня пакеты, в принципе, доходят до Mail.RU. Опять же, этот инструмент не обязательно использовать для проверки скорости интернета. Можно пробовать стучаться на какие-то промежуточные маршрутизаторы, которые у вас есть, и проверять их доступность. Причем, TraceRoot такая достаточно умная команда. Можно, допустим, сказать, что я хочу стучаться на Mail.RU, но сделать не 30 шагов по умолчанию, а, скажем, 100 шагов, что если вдруг у меня 100 маршрутизаторов по пути встретятся, чтобы я все эти маршрутизаторы гарантированно прошел. И могу сказать, чтобы при этом он отправлял не 3 пакета каждый раз за один шаг, а, скажем, 1 пакет пусть отправляет. И попробуем стукнуть вот таким вот образом. Ну, это будет, конечно, долго сейчас все происходить, у меня 100 шагов, но это пример того, как команду можно использовать. Плюс еще можно указывать размер пакета. Ну, и вообще у команды TraceRoot множество удобных опций, которые позволяют нам вот таким образом трассировать маршрут. Но так как трассировать вот так вот маршруты каждый раз не совсем удобно, то есть мы можем получить информацию в данный момент времени, но нам скорее интересна динамика. Для того, чтобы отследить динамику, нам лучше использовать пакет МТР, который по сути делает то же самое, то что и TraceRoot, только обновляет информацию. И TraceRoot и МТР можно установить отдельно, они, по-моему, не идут по умолчанию, то есть через тот же Яминстайл TraceRoot и МТР мы можем все поставить. Опять же, сделаю МТР, докуда мы там достучались, я.ру. Итак, мы получаем ту же самую информацию, что была у нас у нашего TraceRoot, только мы видим, что она постоянно обновляется. Вот у меня справа цифры меняются, значит, слева мы видим под хостами точно так же все те промежуточные маршрутизаторы, узлы, которые у нас были по пути. Дальше Loss – это процент потери пакетов. Вы видите, вот у нас здесь есть колоночка, и мы видим то, что на втором и на третьем пункте у меня периодически пропадают пакеты. Но это, скорее всего, не совсем так, потому что если у нас есть потери пакетов, то они и дальше должны тоже в следующих строчках, по идее, пропадать. То есть вот эта строчка третья, которая говорит, что у меня почти половина пакетов пропадает, по сути, должна значить для нас то, что у нас от этой точки к нам обратно не приходит по тому же маршруту 50% пакетов. Но, тем не менее, следующие нули во следующих строчках показывают нам, что на самом деле все пакеты успешно доходят до конца. Важнее у нас оставшиеся шесть колонок. Значит, мы видим в этих колонках следующие пять колонок, это у нас латентность сети. То есть, грубо говоря, сколько времени у нас требуется пакету для прохождения от одной точки к другой. Сент – это у нас количество посланных пакетов, вы видите, на единичку прибавляется каждый раз, тут уже 48 пакетов было послано. Эверидж, даже не так, сначала ласт – это время, за которое был последний пакет пройден через всю эту цепочку. Эверидж – это среднее время, бест – это лучшее время, ворст – это худшее время, понятно тем, кто понимает по-английски, надеюсь, вы понимаете. И отдельная колоночка, последняя, стандартная девиация, девиантность, я не знаю, как на русский ее корректно перевести. Которая нам показывает разброс значений. И если этот разброс значений большой, как мы видим для второй нашей строчки, это говорит о том, что у нас вот как раз на маршруте до этого маршрутизатора, до второй строчки, слишком сильно скачет значение. И поэтому мы здесь эвериджу нашему среднему доверять не можем. Мы видим то, что у нас для второй строчки в лучшем случае пакет проходит за 2 миллисекунды, а в худшем аж за 7 тысяч миллисекунд. Поэтому мы не можем полагаться на этот эверидж так более-менее объективно. И более того, нам эта последняя строчка показывает то, что у нас как раз вот этот второй маршрутизатор, скорее всего, сильнее всего загружен. Потому что слишком большой разброс значений и эверидж тоже, в принципе, достаточно высокий. Интересно в Энтере то, что у него немного больше пакетов, чем у трейсрута. Например, я могу сказать ему, чтобы он работал у меня по порту 80, стучался в порт 80. Дел интервал между каждым запросом, давайте скажем, ну, две десятых секунды. После чего я хочу получить отчет, репорт. Отчет я хочу, чтобы был широкий, wide, то есть он не будет урезать хостнеймы, если там какие-то длинные хостнеймы. И я хочу, чтобы он нас отправил, скажем, ну, 10 пакетов и, исходя из этого, выдал мне результат. Вот у нас утилита отработала. Мы получили, в принципе, ту информацию, которую и запрашивали через ключи. Было отправлено 10 пакетов с интервалом 0,2 секунды. Исходя из этого, мы получили статистику. Опять же, мы видим те точки, по которым маршруты обратно были недоступны. В ряде случаев или в нескольких случаях видим, где у меня были разные задержки и где average такой у меня такой, самый высокий. То есть, в идеальной ситуации у нас эти цифры должны плавно расти. Сверху вниз, это, опять же, нюансы сети, о которых я вам корректно рассказать не смогу, но мы видим с вами вот такие вот ответы. Итак, мы с вами вспомнили о том, что есть такой пакет Traceroute, мне кажется, мы о нем уже говорили, и есть еще более удобный пакет МТР, о котором мы раньше точно не говорили. При помощи них точно так же можно проверять скорость доступа в сеть интернет, в принципе, но вообще скорее это инструмент диагностики сети, который проверяет маршруты через все маршрутизаторы, которые есть на пути от нас до конечной точки, до которой у нас могут пропадать пакеты или что-то тормозить. В принципе, это такой достойный инструмент диагностики. Если научиться пользоваться его ключами, можно достаточно хорошо диагностировать проблемы работы сети.